Сегодня исторический день, друзья. Вы еще этого не знаете, но это будет первое в истории киберспорта независимое интервью с Зауром, в котором в самом начале никто перед ним не будет извиняться. Заур, надеюсь, ты не сильно расстроишься из-за этого, но мы контркультурщики, мы серьезные ребята, поэтому надеюсь, что обойдемся без каких-либо конфликтов по этому поводу. Тебе не надоели еще эти шутки вообще? Ну, наизвинялись уже, так что нормально. Не сказать, что надоели, я уже так не особо на это реагирую. Привык уже. Ты, как знаешь, с утра проснулся, и доброе утро. Уже настолько привык. Как знаешь, встать утром и зубы почистить, привычка вошла, и все. Мне кажется, в последнее время чего-то подобного стало чуть поменьше в интернете, или я просто не все вижу? Естественно, я сам особо не слежу, что в Винайте происходит слишком занят, так сказать, насыщенный жизнью. Поэтому не знаю, я не особо читаю. Почему тебя мало в интернете? Вся жизнь в доте или помимо доты у тебя сейчас что-то происходит, что забирает твое внимание? Ну, у меня много времени уходит именно на доту. То есть, там знаешь, комментарии читать, там Винайте сидеть, там как раньше такого нету. Дота и личная жизнь, что-то вне интернета. Стараюсь в последнее время меньше интересоваться, что происходит в интернете, что там пишут, кто там, с кем поссорился и прочее. Нет такой информации, которая может где-то пройти в интернете, которая тебе будет интересна, и ты ее можешь пропустить? Не бывает такого? Скорее всего не будет, потому что то, что мне интересно, я скорее всего так или иначе узнаю от кого-то или откуда-то там случайно. Ну, то есть так, чтобы я конкретно сидел и наблюдал, такого нету. Если там что-то важное, интересное будет, я думаю, мне это скинут и это вижу. Окей. Знаешь, вот нас очень часто обвиняют, люди, что все интервью, которые мы записываем в рамках турниров, они всегда об одном и том же. Мы спрашиваем, как там буткэмпы, как тренировки, как готовитесь, против каких команд играть будете. Вот. Я в последнее время потихоньку начал пробовать новые подходы к таким интервью и посмотрев блоги Hellraiser с вашего буткэмпа и в целом так оценив ситуацию, мне в интервью с тобой захотелось почему-то поговорить о тебе. Начну издалека. Скажи, пожалуйста, ты человек склонный к саморефлексии, ты занимаешься подобным? Сама рефлексия, еще незнакомое для меня слово. Ну, то есть, смотри, часто ли ты анализируешь, как складывается твоя жизнь или как проходит твоя карьера? Оцениваешь, где ты сейчас, куда идти дальше? Вот подобные, знаешь, экзистенциальные сложные вопросы, которые ты себе задаешь. Я понял. И сейчас, если вспомнить меня год назад полтора, я об этом мало задумывался. На данное время очень даже задумываюсь. Иногда могу загоняться, но это бывает ненадолго, потому что в себе уверенности хватает. И в последнее время, да, я знаю, куда иду. Уже осознанно иду туда, куда я, собственно, иду. И задумываюсь об этом часто. Я просто знаешь, почему этот вопрос задаю? У меня по влогам Hellraiser сложилось такое впечатление, что ты находился в каком-то очень напряженном состоянии, когда давал интервью Яне. Может быть, дело все в том, что ты не очень комфортно себя перед камерой чувствуешь, но в каком психологическом состоянии ты находился во время буткемпа, в каком состоянии ты сейчас? Сейчас получше. Когда мы были на буткемпе, у нас немного в играх какой-то хаос происходил. Сейчас его меньше, конечно. И какой-то хаос, знаешь, такое, нам приходилось играть с Никсом, с Саней. И когда мы играем, это, по-моему, после игры было или до игры. И сейчас я не помню, нам приходить надо, это было до игры, нам приходилось с Саней играть. У нас, когда мы с ним играем, из-за того, что все мы болтаем в играх, такой прям хаос происходит, из-за чего ты просто не загоняешься, у тебя в голове миллион мыслей, ты после, как будто, знаешь, как будто после войны, после игры ты бываешь, у тебя происходит что-то... Это даже не объяснить, короче, огромный хаос, из-за чего ты не понимаешь, что происходит. Тебе приходится много о чем думать, ты проходишь тяжелые игры и, в принципе, когда у вас команды что-то не получается, то есть мы проходим сейчас очень большие испытания. Да, это тяжело дается, тем морально тяжело бывает. За этот буткемп... Но этот буткемп тяжелый был. Сейчас полегче, потому что мы уже разъехались и стало лучше, получается, играть и выигрываем что-то с чем-то там. Поэтому, да, на буткемпе я был напряженный. Конкретно я там не знаю, что за ребят, многие там чилили, многим было нормально. Мне тоже было с ребятами нормально. Но было также напряжено, потому что тяжело было играть. Мне кажется, я понимаю, о чем ты говоришь, когда очень много всего вокруг тебя происходит и ты все это держишь в голове в процессе занятия еще какими-то другими вещами, это все начинает давлять над тобой и в такие моменты где-то растерянным становишься, может быть, энергию на пустом месте теряешь, да, и не удается полностью выкладываться. У меня помимо игры еще было и с личной жизнью некоторые, ну, можно сказать, проблемы, с которыми я тоже в голове боролся дистанционно, так скажем, но в голове. Я понял. В тех же влогах Джамбо, Алдар, рассказывал, что вы делали на буткемпе непосредственно, как там все происходило, и он, очень многозначительно посмотрев на Яну, сказал, что Заур на этом буткемпе очень хорошо поработал над собой. Что он имел в виду? Не знаю, может быть, играть стал лучше, быть может, а может быть, как-то начал меньше реагировать на какие-то лузы, то есть средство устойчиво стал, скорее всего, но я даже не знаю, что еще. Это лучше, наверное, у него спросить, потому что я не анализировал, в чем я стал лучше и прочее, но я больше думал о команде, нежели чем о себе. У вас на буткемпе, насколько мне известно, присутствовал психолог. Расскажи, пожалуйста, как работа происходила. Все тот же Алдар говорил, что поначалу некоторые игроки команды слегка сквозь зубы слушали то, что вам этот человек рассказывал, а потом в итоге все пришло к какому-то положительному результату. Ну, скажу так, это большая часть касалось меня, то что я не очень отреагировал на то, что нам придется работать психологом. Я, в принципе, предвзято всегда относился к этому, но с Аней, это наш психолог, мы изружились, он очень хороший парень, хорошо работает. И это большей части относилось ко мне, поскольку мы работали командой с психологом, а у меня, помимо этого, были в голове свои личные некоторые проблемы, которые я, ну, к сожалению или к счастью, ставил вперед игры. То есть мне было тяжело думать о команде, о игре, когда у меня там 3-4 дня были личные проблемы. Эти проблемы заставляли меня, ну, депрессировать, можно сказать. То есть я 3-4 дня как будто не с командой был. Они это знают. Из-за этих моментов мне было тяжело работать с командой, с психологом. Из-за этого вот атака было четко. Я думаю, следующий буткемп мы поработаем еще получше, и я уже буду иначе относиться к работе психологом. Сейчас уже, когда с буткемпа вернулся, правильно я понимаю, ты себя чуть лучше чувствуешь эмоционально? Да, потому что все, о чем я беспокоился, я уже это порешал, можно сказать. Сейчас нормально, играю, радуюсь там. Осталось режим наладить, потому что я вот буквально в час, по-моему, проснулся. Вот только еле-еле на интервью успел, потому что я пошел позавтракать в ребят, так сказать, и только пришел, переоделся и сразу сел за ком. Окей, в таком случае... С таким режим, я хотел сказать, очень тяжело жить уже. В таком случае я больше не планирую тебя задерживать, Заур. Рад слышать, что у тебя все стало получше. У тебя сейчас есть возможность напоследок сказать пару слов людям, которые болеют за Кумана и за команду HellRaisers. Да, спасибо им большое за все теплые слова и хейтеров я уже не особо слышу, потому что просто не реагирую. Всем спасибо, смотрите наши матчи и, так сказать, подписывайтесь на нас и на нашу группу HellRaisers. Это был Куман, друзья, игрок команды Asher. Пока едет врач, лайк, подписка, колокольчик и увидимся снова. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok